Добрый вечер. Доброй ночи, получается. Я, во-первых, сразу хотел бы извиниться перед боечками, потому что мы очень хотели добиться положительного результата. К сожалению, не смогли. По каким причинам? Причин всегда может быть много. Я думаю, что провалили первый тайм, если касаемо игры. Если мы хотели, конечно же, пойти дальше, то, естественно, так играть нельзя. Соперник нас превосходил во всех компонентах. Это нужно признать, нужно отдать должное. Почему? Будем разбираться. Сейчас не имеет смысла говорить об этом. Второй тайм показал, что можем добавить. Наверное, здесь нашлись и эмоции, и силы. Не хватило гола, не хватило точности, скажем так. Не скажу, что мы наиграли на победу, но имели преимущество во втором тайме. В первом тайме была совсем другая игра, я уже сказал, до этого. Поэтому, если проходить дальше, такие команды необходимо играть более качественно. Но, естественно, за результат несет ответственность главный тренер. Я готов отвечать за это со всех сторон. Я понимаю все это. Ребята, сейчас не хотел бы трогать. Это уже внутренняя кухня, внутренние вопросы, предъявляя претензии по качеству, по содержанию игры и так далее. Почему? Разбираться. Сейчас по горячим следам не имеет смысла это делать, потому что не готов отвечать на многие вещи. В целом, конечно, очень обидно. Рассчитан на другой результат. Ну и самое главное, наши болельщики служили большего. Вот за это самое обидное. Почему не выпустили Изотова и Ихаба? Я считаю, что у нас ребята на данный момент есть лучшие готовые, нежели данные футболисты. Можно еще? Да, да, да. А, Юрий Гейст, газета «Диапазон». Вот сейчас каково физическое состояние команды и вот одной из причин такой результат могло повлиять отказ, перенос других команд соперников в внутреннем чемпионате в матчах? Не хочу об этом говорить. Я считаю, что нет, не могло. Я думаю, что если мы хотим играть регулярно, как команда хочет. И мы должны справляться с такими вещами и искать отговорки в том, что нам не перенесли, это удел слабых, мы принимаем данный результат и несем ответственность именно за него. А там это уже эти вещи. Сейчас можно говорить очень много, что могло помешать там и так далее. Я об этих вещах говорить не хочу. «Насколько влиял на настроение ребят у Майда именно перед матчем? Мы вчера видели его слушанный интервью, где он был безостренен и сразу видно, что он не хотел уйти. Это ваше решение от заявки у Майда или решение руководства?» Без комментариев я не хочу вопрос комментировать. Давайте по игре, пожалуйста. Потому что эти все вещи, они не добавляют нам ничего положительного. Любой уход футболиста это в принципе рабочий момент. Другое дело, как, когда и так далее. То есть это опять же технические вещи, которые не столь уровни сейчас. Я бы хотел говорить именно по игре. Каждый, кто приходит, он важен. Каждый, кто уходит, мы за ним переживаем. Это часть нашей семьи. И естественно, это опять же рабочий момент, рабочий процесс. В футболе здесь ничего нового нет. Кто мог уйти? Я мог уйти, как главный тренер по каким-то причинам. Могли меня убрать или я сам. Все это так бывает. Ну, давайте немножко в другой плоскости поговорим. Уважаемый журналист, да. Поехали, Андрей Владимирович. Да, конечно, сегодня очень тяжелый день. И для болельщиков, и для команды, и, конечно, для вас, для тренера. Две разные игры, видели. В Румынии по-другому в Афтубе играла. Думаю, что с этой и тогда недооценили Афтубе. И сегодня много было в Афтубе навесок на Эльдара Сантана как такой тактической игры мелких пасов, умных решений, не было. В основном были браки от Гадрани, Альбика Косыма, неточные пасы. Это отчего все? Ребята как бы уставшие были, либо тренер Сепси переиграл команды Афтубе? Почему так было, мне сложно сейчас ответить. Я не готов, потому что не хочу обидеть ни ребят, ни просто вас ввести с заблуждением. Но есть установка, есть требования. Мы все это время, наоборот, говорили о том, что если мы хотим идти дальше, двигаться дальше, мы должны быть смирее. сегодня, к сожалению, смелости нам не хватило во многих вещах. Андрей Владимирович, план Б. Теперь у нас остается чемпионат Казахстана. Там есть домашние игры против лидеров против Астаны, против Абаса. В деревне либо после игры была ли вас встреча с руководством города, клуба, какие задачи, там ли есть какая-нибудь мотивация бороться за чемпионство, либо доигрывать сезон таким составом, что, какие изменения, либо вашу сторону были какие-то обменения? Нет задачи поставленной, они очень четко определены. Естественно, мы хотели пройти как можно дальше в Еврокубках. Сейчас остается только чемпионат, и, естественно, все мои мы свои силы бросили на то, чтобы биться до последнего за, естественно, чемпионство, а другого варианта нет. Может получиться, может не получиться, но мы сейчас в любом случае конкуренты. есть отставание, туда есть какой-то гандикап у команды Ардабасы, есть Астана, нужно не забывать все эти вещи. Конкуренция очень серьезная, но в прошлом году была тоже такая история, когда мы имели преимущество и не смогли их сохранить. Поэтому немножко история меняется. Мы со своей стороны пытаемся сделать все, что от нас зависит, какой результат будет, тоже покажут эти игры. Конечно же, мы настроены естественно на положительные результаты, мы будем биться в каждом матче и для нас сейчас остается только чемпионат. Никаких бросить играть, доигрывать сезон, что-то так не бывает, такого быть не может. У нас есть очень хорошая мотивация, мотивация принимаем всех лидеров дома, это очень большая мотивация. В целом прошлый год движение вверх началось как раз после этих матчей, когда мы приняли действующего чемпиона Топол, потом Астана, естественно. Поэтому мы с интерпением будем ждать этих матчей, они очень интересны, ну и конечно же задачи стоят, они обозначены, чтобы было понимание для всех. Удалось ли разбирать момент прокрученного гола с Умаса стандарта и на сколько повлиял перед паузой, перед главой, который 2-3 минуты пауза был? Да, ну всегда так бывает. Здесь, знаете, получается так, что два стандарта там мы получили, но там не с прямого удара, а с доигрыша, да, ситуация, там, мы были сами немножко неправильно распорядились мячом. И здесь, ну, можно много говорить, опять же, на эту тему. Если мы хотим выигрывать, мы должны преодолевать все эти трудности. 2 минуты, 10-15 минут, как разница. Они же также 10 минут или 2 минуты стоят. Готовятся, ждут. Другое дело, что соперник, когда начал вести, он начал тянуть время очень сильно. Это откровенно бросалось в глаза. Но в этом тоже есть своя тактическая какая-то вещь, которая сопернику хорошо удалась. Вот. И они очень много сэкономили времени именно. Это нас успокаивали, когда нас гнал стадион, когда мы добавляли какой-то агрессии, нас опять эти паузы тормозили, нам нужно было время для того, чтобы опять разогнаться. Ну, это тоже часть футбола. Следующий вопрос у нас. Добрый вечер. Вопрос такой. Последние два матча у нас очень сильно проседает левый фланг обороны. Видно момент, что Дима Шанхоу уже не скалывается постоянно. То есть он то ли докладаря про докладаря играет, то ли старец футболи. Есть ли какие-то альтернативы ему на данный момент? То есть единственная фланговая защитника у нас Капырай, Анжариков и его не спрощенный бессмерт. То есть Шанхоу дальше продолжит играть, но так как он капитан, тогда вы тоже все-таки дадите играет. я во многих вещах не согласен с вами. Возможно, скажем так, ваша информация будет полезна, но, конечно, я лично посмотрю, обсуждайте все моменты. Я думаю, что игрок с таким опытом, он необходим команде во всех отношениях. Это не значит, что он игрок стартового состава. Было время, когда он не играл. Альтернатива есть всегда. Можно перестроить схему, можно поставить любого игрока на эту позицию, скажем так. Главное, чтобы результат была польза. Я не согласен с тем, что проседает левый фланг. Мое мнение, что в Павлодаре достаточно очень качественно его выгляделы. Нужно признать, что человек очень важно, он играет все просто матчи от звонка на звонка. Это тоже определенная нагрузка. Здоровье не железное, он сам естественно это понимает. Он сейчас тоже имел проблему, у него была температура два дня назад. Но так как он опытный игрок, капитан команды он важен для нас, мы приняли решение, что он нам необходим. Не думаю, что вина в одном игроке, здесь проиграла вся команда, в первую черть я. У вас свое мнение, мы с этим считаемся, прислушиваемся. Следующий вопрос, у меня вопрос 30-го числа говорит Кыргызстан, Роман Гейнер и Валду приезжает и написано на списке, что вы там будете. Вы поедете или нет? Ну да, я приглашен на данное мероприятие, оно достаточно престижное, честно говоря, даже не думал об этом, потому что все мысли были об играх, потому что плотный график, сейчас можно немножко глубже, скажем так, посмотреть на все эти моменты, да, 30-го числа у нас там как раз пауза, если не ошибаюсь, в Бишкеке будет матч, я надеюсь, что получил. Спасибо. У нас остается до 3 минуты. Это 2 минуты. Это все. Я мальчурусь. Вопрос. Я не могу говорить, что я не знаю, и у меня вопрос по поводу нашей десятки и саморода, Максима, почему сегодня он принимал какие-то решения, особенности, когда у него были моменты для удара с его рабочей ноги, он принимал попытки уходить в дриблинг, под левую ногу и очень часто терял мяч, выглядел неуверенно. Почему так? Я ваши вопросы задам Максиму. Но если серьезно, Максим он только растет. Опять же, мы уже много раз говорили, мы очень рассчитываем на него. Мы знаем, что это тот человек, который может с ничего создать голливый момент и забить. Таких футболистов у нас не так много. есть каждый футболист со своими сильными качествами, но именно тот человек, который обладает двумя ногами и способен с ничего сделать голливый момент, это именно Максим Самородов, но и игрок, которого, к сожалению, мы потеряли. Вот это угол, видимо, для нас это очень большая потеря, это просто необъяснимо перед стартом как раз игрокубков потерять данного игрока и личность персоны, поэтому мы учтем все эти моменты, мы постоянно обсуждаем с Максимом, разговариваем, как использовать свои силы, качества и так далее, поэтому он тоже учится, молодой, перспективный, я надеюсь, что эти все ошибки он учтет и будет еще больше прогрессировать. Спасибо, Азамат, профессиональный спортивный аналитарь. Почему Самородов стал пицц-капитан, когда ушел в Суму? Почему ему передали? Честно говоря, там уже ажиотаж был большой и это спонтанное решение. Решение Димы, наверное, кто был ближе к нему, ему передал. Я знаю, что можно было по-другому распорядиться. Я думаю, что в тот момент не столь важно у кого была повязка, было столь важно попробовать изменить ситуацию. Угрия, к сожалению, не получилось. Тот навал, который был в конце, он нам не принес результат. Еще тоже я бы хотел пользоваться случаем, так как мы первые играли из команд казахстанской, именно игроку, как сегодня, пожелать нашим командам удачи. К сожалению, сегодня удача была не с нами, но, наверное, возможно, мы и заслужили, и я желаю, чтобы наши команды прошли дальше следующий этап. Последний вопрос. На вас задлайм вопрос. Андрей Владимирович, как я слышал, вы жаловались на состояние газона, особенно вратарской линии. Как сегодня по-вашему состояние газона? Подходит ли две игры оттупей? вообще? Ну, мы можем быть недовольны по каким-то причинам, потому что у нас есть чем сравнивать, но... Один с дней был выходной, а потом не было игры. За один с дней можно... Мы просто сравниваем поле наше и поле в Румынии. Это две разные вещи, соответственно, такое реакция. но сейчас говорят, что пуля помешала глупо. В целом, поэтому давайте этот вопрос не столь важен. Две команды играют в поле одинаковое для всех. Кто быстрее сможет приспособиться, тот и выиграет. К сожалению, сегодня это будет много.